Привет, мои дорогие друзья и зрители! Наше путешествие закончилось, и сегодня мы отправляемся в Болгарию. Но отправляемся мы не обычным путем, а поедем через новый пограничный переход, который называется Капитан Петка Воевода. Надеюсь, вы поняли, что речь идет не о новом пограничном переходе, а о новом переходе для нас, потому что мы через него никогда не ездили. Чтобы этот переезд не был утомительным, мы заедем на ночевку в город Александрополос. Мы этот переход выбрали не случайно, и в конце видео я вам расскажу, по какой причине мы туда едем. Ну что ж, как говорят продвинутые блогеры, погнали! Это еще далеко, нам ехать и ехать, еще километров 200. Ну, пока мы находимся, по-моему, в районе Ковала же, да? Да, да. Город Ковала. Все, вот так вот в горках. Дорога между горок. Ну, все, ну, примерно так все и выглядит. Так вот опять, очевидно. Вот так вот, вот, примерно. Опять копейки. Как рупсемест? Как рупсемест? Ну и 9, типа, у меня больше не есть. Нет, рупсемест. Холороу. Да. Холороу. Холороу. Вот на, последние 2. А, все? Ну, ты крупсемест или что? Ты на него? Монеты евро у меня не осталось, все извели на пунктах оплаты. Последняя оплата руб 70. Перед этим было руб 90, потом руб 90. Ну все, мы уже в Александрополисе. Уже скоро приедем к месту установки. Но дорога прекрасная, конечно. Вот такой ландшафт, совершенно желтая трава, все высохло. Чувствуется, что здесь постоянная жара. Сейчас 28 градусов, хотя уже 5 часов, полпятого. Ну посмотрим, какое будет море здесь, в этой почти промышленной части Греции. Александрополис же большой город, да? Ну, так сравнительно большой. Вот такая прекрасная дорога. Едь и есть себе, встал и едь. Маловато, конечно, закусочных, мест остановки культурных каких-нибудь. Ну, такие есть туалеты через какие-то положенные километры. Мы так давно уже не ездили. Здесь, ну, дорога только лучше, по-моему, становится. Съезд справа. Да, вот мы сняли апартаменты в дороге. Поскольку едем проездом, здесь вот есть бичбар и выход на пляж. Короче, мы идем на пляж, посмотреть пляж. Вот тут красивый бар, бичбар, но он, по-моему, весь закрыт. Правда, она сказала, что кофе можно, но только кофе, да. А здесь вот как будто паруса. Очень красиво сделано. Место красивое. Сейчас мы отсюда дома запустим. Место красивого. Место красивого. Место красивого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пошли сейчас море сниму Вот такое вот здесь, ребята, море А это тоже Гриция Это тоже Гриция Я купаться тут не буду Ну, это же мне напоминает Черное море Да Вот такой бич Вот это бич-бар, вот там бич Ну, вообще море, посмотрите, оно же не то, что не голубое, оно какое-то бурое Ну, оно тёплое или нет? Давай сейчас я потрогаю Просто интересно Ужас Ну, оно, конечно, не холодное, но не могу сказать, что такое прямо ласковое и тёплое Которое явно сегодня утопают прямо в воде То есть лежаки лежат в воде Зато здесь есть душ Ой, а вода тёплая Ну, видимо, нет А если смоют, то недалеко Как будто его с полу прорубили, да, и сделали пляж Вот для инвалидов Можно ехать прямо Вот сколько хочешь На коляске Да, интересно Совсем другое море Я-то думаю, я сейчас в прозрачных волнах Вечерком Сегодня утром мы попрощаемся с прозрачным Да уж Точно Вот такой у нас балкончик террасный Пожалуйста Стулья, столики Вид на море Хотели вид на море? Пожалуйста Вот эта дорога, она очень шумная Который вообще спать просто не дает Значит апартамент за 54 евро Вот кухонька А плитка есть отдельно Тут плиты нет Но плитка есть отдельно Холодильник Все такое не новое Микроволновка Кровати Стол Сейчас он у нас немножко завален Так Ну, мы уже уезжаем отсюда Кровати можно двухспальная считается И одна спальная Полуторная, думаю Ну, вот кондиционер Так, на первый взгляд Все нормально Даже вместо Стол Типа стол есть А телевизор вообще вот Наверху Просто со всего леса Смотреть там, в общем, нечего Ну, для нас, конечно Там все греческие каналы Ну, а недостатки, конечно, понятны Да? Море здесь не купабельное То есть вон там волна, волна, волна Вчера я снимала Как там Мутная какая вода Ну, и, соответственно В этом апартаменте Слышимость такая Что Спать тоже невозможно Ну, а третий вариант Естественно, это дорога Которая добавляет прелести Жизни В этом апартаменте Так, вот санузел Ну, в принципе, все нормально В санузле Кухня, в общем, комплектация неплоха То есть все, в принципе, есть тарелки Все так аккуратно разложено Ну, а также, в принципе, белье очень чистое Ну, и сам апартамент отличается хорошей уборкой Это заметно Вот вам апартамент за 54 Хотите, как говорится, любите Но Сандрополис мы, конечно, не увидим с вами Потому что нам сейчас уже нужно ехать на границу Это окраина города, я думаю Вот так выглядит примерно Вилла, вилла, малоэтажная застройка Так, где можно? Ну, и какие? Это кто? Гранул? Гранул, это Это кафе А сюда нет? Да Да Здорово 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 Может быть, два кофе Эспрессо Эспрессо? Той еспрессо Весь чиз, окей? Окей, 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 очень много. Снимаю наш завтрак за 5 евро в Александрополос. Дешевле, чем одно кофе у нас полихрона, так что видите, берется она разная, на разные кошельки. Чувствую, да, мы на фидстопе, которых тут очень мало и он выглядит вот так вот, только туалет. Вот какая машина, просто блестит как стекло. Только что отъехали от Александрополос. Мы тут практически одни, не считая нескольких фурщиков. Приятно по такой дороге ехать одним. Ну вот, уже показался. Уже не одни. Прекрасная страна Греция. Мы ушли с турецкой трассы, сейчас мы будем поворачивать Болгарию. Вот видишь, написано Болгария сюда. Теперь я расскажу вам, почему мы едем на граничный пункт Капитан Петковые Воды. Дело в том, что у нас заканчиваются заграничные паспорта. И сейчас у нас есть два паспорта. Мы хотим выехать из Греции по старому паспорту с шенгенской визой, а въехать в Болгарию по новому. Для этого нам нужны раздельные пункты пропуска. Такой пункт пропуска только один на границе Болгарии. И это наш лайфхак. Всё. Вот такая дорога у нас идёт в Болгарию. В Болгарию одна полосочка. Всё, приехали. Сколько нам ещё километров по такой дорожечке? 122 вот здесь написано, что это такое. А вот эти солнечные батареи везде. И с этой стороны целый парк солнечных батарей. Наверное, при таком количестве солнечных дней это эффективно. А здесь вот такой оттечек у нас. А там вот есть православный храм. Прямо такой чудесный. Вот это красиво. Город такой маленький. Храм прямо огромный. Да, вот BP. Кстати, ресторан есть. Вот здесь горелые горы. Даже видно, лес горел. В реальности-то выглядит довольно ужасно. Да. Выгоревший полностью лес. Арминия. 104 километра. Арминия, да. Мы едем вдоль границы с Турцией. Орестадья какая-то. Был указатель населённого пункта, но я его пропустила. Довольно большой городишко. Две колокольни-то, хочешь сказать. Да, ну тут у них церковь. Там купола я только вижу. Дорога совсем небезлюдная. Дорога с инфраструктурой. А вот даже конь. Спасётся конь. 14 километров до поворота. И ещё километров 50, наверное, надо до границы ехать. Продолжаем наш путь. Осталось 5 километров. 1,9 километра. Я думаю, за один километр у нас там будут какие-нибудь знаки. И куда ни поворачиваем, едем прямо вот граница. Вот автомобили в крайнем левом ряду. Всё, мы приехали. Будем здесь сейчас разбираться. Думаю, что это Греция. Сюда. Сюда. Какие документы? Прошли греческую часть границы. Сейчас едем на Болгарскую. Здесь вот болгарские и греческие пункты разнесены. И сейчас мы будем делать вторую. Прохот уже в Болгарии. Здесь вот это и есть полгодраничный. Итак, граница пройдена. За 5 минут никто ничего не спросил. Никому ничего не интересно. Поставили пустой паспорт. Поставили нам штамп. Поскольку мы обновляем новые паспорта. И всё в порядке. Короче, вот теперь мы на территории Болгарии. Дорога тоже прекрасная пока. Всё хорошо. Едем спокойно. На границе никого не было. Ну, фуры были, конечно. Но они нас любезно пропустили. Хотя до конца непонятно. Все идут вместе или отдельно. Но, в общем... Через 400 метров. Едем на территорию Болгарии. Вот наш болгарский флаг. Всё хорошо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!